В эфире телеканала БАИ информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Лобинском районе прошли Чемлыкские поминовения. Казаки почтили память погибших во время Троицкого восстания. Лето для молодых лобинцев обещает быть не только веселым, но и познавательным. Детский досуг организуют на дворовых площадках. Казаки Лобинского отдела почтили память своих предков. В субботу возле Поклонного креста прошли Чемлыкские поминовения. Вот уже 9 лет на этом месте вспоминают одну из самых трагических страниц в истории кубанского казачества, когда во время восстания погибли более 900 казаков вместе с детьми и стариками. Подробности у Людмилы Николовой. Ежегодно Чемлыкские поминовения собирают сотни человек. К этому месту съезжаются казаки нескольких районов, входящих в лобинский отдел. Атамана кубанского войска приветствовали хлебом с солью. В первую очередь, высокий гость осмотрел фотовыставку, посвященную 175-й годовщине создания первого лобинского имени генерала Заса казачьего полка. Стенды с фотографиями предков привлекли внимание многих казаков. Этот поклонный крест установили в 2009 году. Он напоминает о страшной трагедии, которая развернулась здесь в 1918 году. Накануне православного праздника Троицы, казаки Станицы Чемлыкской, Вознесенской, Владимирской, Упорной, Лобинской, не желавшие смириться с идеями новой власти и отказаться от своей веры в Бога, подняли восстание. Восстание было подавлено и начались жестокие кровавые расправы. В память по убиенным совершили панихиду. Мы с вами собираемся на этом месте, где пять суток практически, день и ночь, расстреливали казаков, членов их семей, детей и стариков вот в этом овраге. Сутками стоны доносились раненых людей. Реки крови были в этом овраге. Пострадали не только участники бунта, но и их семьи. Палачи без разбора с особой жестокостью убивали и женщин и стариков. Среди казненных были священнослужители. Только за три дня были казнены более 900 человек. С момента трагических событий прошло 99 лет. Атаман кубанского войска попросил присутствующих сделать вывод из уроков истории. Сила казачества в его единстве. Нельзя допускать расколов даже в небольших хуторских обществах. Эту же просьбу озвучил и глава Лобинского района. Александр Сачиков в этот день надел казачью форму. Участники поминовений почтили память погибших предков минутой молчания. Восстание, которое подняли казаки в далеком 1918 году, мы добились того, чтобы это восстание внесли в наше учебное пособие школьное. И об этом будут помнить подрастающее поколение. А подрастающее поколение достаточно хорошо знает историю казачества. Ученик 28-й казачьей школы имени героя России Сергея Богданченко выступил у микрофона. Несмотря на юный возраст, он сумел своей речью достучаться не только до сверстников. Почти сто лет отделяют нас от той трагической даты Троицкого восстания, Когда в бессмысленной борьбе погибли сотни неповинных казаков. Гражданская война разделила людей на два лагеря. Как поется в песне группы Любе, белые рубили красных, красные рубили белых. Врагами могли быть даже члены одной семьи. И через 99 лет мы помним об этом. Нам, молодому поколению, надо сделать выводы из уроков истории. Главное, к чему мы должны стремиться, это к единению. Будем едины, будем непобедимы. Нельзя слушать таких подстрекателей, как Алексей Навальный. Это может привести еще к одной гражданской войне, более страшной и мощной по силе. Не для того нам наши прадеды завоевывали мирную, счастливую жизнь, чтобы так безумно ее разрушить. Сегодня мы поминаем здесь тех, кто не дожил до такой жизни, но очень к этому стремился. Царствие небесное всем убиенным в этих местах. Чамлыкские поминовения, как и другие, я считаю, надо проводить всегда. Пока мы помним, мы живем и развиваемся. Стоит забыть, история повернется. Спять. Не поддается логике та жестокость, с которой истреблялись казаки и члены их семей. Листая страницы церковных книг, волосы дыбом становятся, когда видишь, что 5 июня 1918 года одна надпись «Погиб, погиб, погиб» почти тысяча человек. И то, что сделано ради памяти погибших, то, что делается по возрождению и становлению казачества, это наш исторический долг. Администрация и законодательное собрание Краснодарского края поддерживало и будет поддерживать казачество. Нами утверждена краевая государственная программа по поддержке казачества. Участники митинга – казаки из Армавирского, Курганинского, Новокубанского, Отрадненского, Упорненского, Мостовского и Лобинского районных обществ – депутаты, главы муниципалитетов – возложили к поклонному кресту венки и цветы. Вместе с ними поклонились предкам учащиеся казачьих классов и групп казачьей направленности. Это замечательно для наших жителей, то, что эти традиции не забываются, чтится память наших предков, принимают участие дети. Поэтому то, что сегодня заложено, оно должно всегда поддерживаться. Поддерживаться и быть нам уроком истории. В целом Кубанское казачье войско проводит более 17 поминовений на территории как Краснодарского края, так и Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской республики. Мы единственное войско, которое проводим такие поминовения. И самое главное, что мы проводим поминовения в двух направлениях. Первое – это направление на героическое прошлое казачьего народа, которые защищали свое отечество, свою родину. И, в общем-то, погибали, но поле боя не оставляли. Это Тиховские поминовения, это Липкинские поминовения, это Гречишкинские поминовения. И вот второе направление поминовения – это такие, как вот сейчас мы проводили, которые касаются именно жертв гражданской братоубийственной войны. Когда действительно вот эта гражданская война и новая власть разделила общество, разделила казачий народ на своих, чужих, на красных и на белых. Конечно, это то, что казаки не могли понять, как это вообще могло произойти. У них были вековые устои, у них были свои традиции, своя культура, свои обычаи. И вдруг все это начало уничтожаться. Конечно, они не могли это, в общем-то, позволить. И вот происходили вот такие восстания, которые мы сегодня как раз и вспоминали. Это Троицкое восстание. Для казаков Кубанского казачьего войска, конечно, это имеет огромнейшее значение. И не только для казаков, но и для детей, и для молодежи. Потому что именно дети и молодежь практически принимают участие на всех поминовениях. Это очень важно, потому что это наша смена. И раз вместо нас рано или поздно придут те молодые люди, те детишки, которые знают корни свои, которые знают традиции и обычаи, значит, действительно, что казачьему роду не будет перевода. Казачество жило, живет и всегда будет жить. И казачий дух никогда не будет сломлен. В Лавинском районе делается очень многое. Для увековечения памяти героев жители ждут подвиги предков, бережно хранят историю. Главная цель – воспитать патриотов, извлечь уроки и не повторить трагедии. На территории храма Александра Невского установлен памятный знак примирения. То, что касается нашей истории, один очень умный человек сказал, академик, историю нельзя обсуждать. Вот то, что случилось, то и случилось. Надо просто делать выводы из того, что случилось, чтобы не повторилось. Что-то такое трагическое, что в ней было. И вот, когда началось уже становление кубанского казачьего войска, начали возвращаться традиции, начали упоминаться давно забытые имена, перед нами, конечно, стала очень тяжелая картина, картина гражданской войны, картина братоубийственной войны. История писала в одном направлении, как это она формировалась при Советском Союзе. И когда уже начали открываться новые страницы истории, мы увидели и обратное, то, что осталось в архивах, осталось в памяти людей. И вот, естественно, что сегодня мы можем как бы посмотреть правде и с одной стороны, и с другой стороны. И вот, то уже давно все прошло. И сегодня 1917 год и 2017 год, это прошло сто лет со дня тех событий. Можно по-разному это судить. Можно спорить до хрепоты, можно по-разному говорить обо всем этом. Это уже все случилось, оно ушло. И то, что мы восстановили и продолжаем восстанавливать имена забытых казаков, людей, которые были в те времена, наверное, это праведное дело и богоугодное дело. То, что было поднято и увековечено на Чамлыкской горе, как поклонный крест, это все не случайно. Это благословлено высшим духовным лицом, владыкой Исидором, митрополитом Екатеринодарским. И благословлено на увековеченне памяти этих героев. Там заложена земля из шести районов, с могил. Это могилы, где покоятся жертвы репрессий, казаков, которые были расстреляны. И все это сконцентрировано в одном месте на Чамлыкских поминовениях. И вот в этот день мы поминаем всех убиенных казаков Лобинского отдела. Мы знаем с вами историю гражданской войны. И вот сегодня мы находимся на таком месте, где в гражданскую войну шли очень тяжелые бои. Недалеко находится памятник 1-й конной армии. Они здесь были, потому что никто не мог усмирить казаков, никто не мог их победить. И они ушли отсюда непобежденными. Они просто ушли, чтобы дальше не продолжалась братоубийственная война. И вот как бы увековечивая одно, и сегодня мы видим, что сложилась уже традиция, что в этот день приезжают люди разных возрастов, приезжают просто почтить память своих далеких родственников. Мы видим, что люди помнят об этом. И самое интересное то, что дети очень сильно тянутся к истории, особенно ученики казачьих классов. И вот сегодня выступал из 28-й школы наш казачонок. И какие замечательные слова он сказал. Мы должны беречь родину. Мы не должны допустить того, что произошло в те далекие-далекие годы. В Лобинске начали работу детские и молодежные дворовые площадки. В течение двух с половиной летних месяцев они будут устраивать досуг в разных частях города. Торжественное открытие состоялось в парке в День защиты детей. Подробностью Татьяна Щукиной. Долгожданное лето у детей уже давно ассоциируется не только с солнцем, морем и каникулами, но и с работой детских и молодежных дворовых площадок. Вечерами большинство ребят уже не будут проводить время перед телевизором или монитором компьютера. Для них организован досуг поинтереснее. 2017-й объявлен годом экологии, поэтому многие мероприятия связаны с этой темой. В этом году работа летних дворовых площадок будет осуществляться под девизом «Лето чистоты». Это в связи с тем, что 2017 год – это год экологии, поэтому мы обозначили такую тему. На территории города Лобинска будут осуществлять свою деятельность 10 детско-молодежных дворовых площадок города Лобинска. Каждая площадка укомплектована полностью всем необходимым. Это и спортинвентарь, и канцелярские товары, и творческие игры, настольные игры. На каждой площадке будет работать один педагог и два вожатых. И педагоги, и вожатые вышли на работу с хорошим настроем и большим желанием сделать каждый день лета для детворы праздником. Летом мы проводим очень много мероприятий по планам портала. Нам дают специальные планы на месяц. Мы ходим, посещаем музеи, выставочный зал, паспорт смотрим, ходим в кинотеатр. Очень нравится. Мы часто играем, ходим на соревнования. Мне очень нравятся они в Олимпе. Я там не раз занимала первое место. Мы бегаем, на роликах катаемся. Очень хорошая площадка. Я буду с удовольствием ходить на площадку. Мы на площадке рисуем мелками, играем в твистер, в баскетбол, в все подвижные игры. Еще один плюс работы площадок – предоставление рабочих мест несовершеннолетним. Для старшеклассников и студентов средних специальных учебных заведений летнее трудоустройство стало хорошим подспорьем. В течение летнего периода мы предоставляем для несовершеннолетних 60 рабочих мест. Что для нас это очень важно, потому что трудоустройство несовершеннолетних у нас стоит на первом плане. План работы площадок очень насыщенный, очень интересный. Это и посещение наших музеев, и посещение нашего спорткомплекса Олимп, и выставочного зала, и бассейна. Всего-всего. Так что ждем всех желающих с большим удовольствием. Я учусь в первой школе, закончила 9 класс. Сейчас даю экзамены, но также работать буду на улице Шарвашидзе, 65, дроп 7. С детьми мы нашли контакт очень быстро. Мы пришли за два дня до начала площадки, познакомились, предложили им сходить с нами в парк. Они, естественно, согласились, потому что никогда дети не отказываются от участия в каких-либо мероприятиях, которые портал организовывает. И, в общем-то, с детьми у нас все хорошо. Играть будем, ходить на мероприятия. Руководство у нас очень хорошее, дружное. Так что все хорошо. Лето будет жарким. Детские и молодежные программы поддерживает городская власть. Поздравить собравшихся с началом летнего сезона пришел заместитель главы города Александр Семеряков. Позвольте вас поздравить с Днем защиты детей, поздравить с открытием летних дворных площадок. Пожелать вам хорошего настроения, успехов в достижении, в летних соревнованиях. Пусть эти два с половиной месяца, которые вы будете проводить на наших летних дворных площадках, пройдут только с позитивом, чтобы вы набрались здоровья, улыбок, счастья. А мы будем вам, взрослые, завидовать и, конечно, гордиться вашими успехами. Всего вам самого-самого наилучшего, но уважаемым преподавателям, которые будут работать в эти дни на площадках. Терпение, уважение к нашим маленьким друзьям. Всего вам самого наилучшего. С праздником, уважаемые друзья. Первый день работы площадок стал для горожан настоящим праздником. Организаторы подготовили много интересных и развлекательных мероприятий. Любители музыки и танцев смотрели концерт. Дети помладше разрисовывали цветными мелками дорожки в парке. Много желающих собралось поиграть в гигантский твистер. По команде нужно руками и ногами наступать на круги определенного цвета. Здесь главное не упасть. Детям интересно, когда они путаются, получается путаница среди ног, среди рук. Им интересно, им весело. Традиционно много детей собирается возле площадок с аквагримом и мехенди. Эти новые направления живописи стали в городе очень популярны. Аквагрим, то есть использование красок для лица специальных. То есть они не вредят коже, никакой аллергии не вызывают. И специальные предназначены именно для разрисовки на лице, на теле. Детские и молодежные дворовые площадки будут работать до середины августа. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Это все новости. А сразу после рекламы смотрите прогноз погоды на 6 июня. Партнер метеовыпуска – торговый центр «Арис». Огромный выбор летней одежды, обуви и сопутствующих товаров для всей семьи. Хорошего качества по доступным ценам. Торговый центр «Арис», город Лобинск, остановка Родина. Всего доброго, до свидания.